В этом видео покажу, как мы ехали на вокзал, вывозили женщину с Северной Салтовки. И можете посмотреть, как, собственно, выглядел в этот день город Харьков. Да, вижу, вижу. Поехали. Едем на Салтовке. Значит, люди стоят в очередях. Это мы сейчас проезжаем какую улицу? Это Родникова. А, Широнинцев. Да, это мы в Широнинцев. Вот сейчас тут пока не видно снарядов, каких-то разрушений. Ну, вроде, люди ходят в очереди, стоят, видите, в магазин сто пудов. Сейчас так Широнинцев 50 лет в аптеку. Аптека работает, люди стоят еще. Продукты стоят в посадку, очереди. Люди есть. Иностранцы, видите, голосуют, хотят добраться хоть как-то до вокзала. Еще чуть-чуть. Итак, едем через Барабашово. Наш самый крупный рынок Харькова. Выглядит таким образом. Смотрите, ребята, люди тут поставляли наверняка свой товар, позакрывали. Вот этот харьковский бизнес. Сейчас выглядит примерно так. Все как бы пусто, конечно. Люди, кстати, есть. Это, наверное, кто-то пешком отсюда просто проходит, пытается выбраться через базар. На следующий день рынок будет обстрелен, и там был вот такой пожар. Эти фотки можно посмотреть в харьковских группах. Какой у нас паршют? Яр. Ребята, только что. Это центр города. Мы едем спокойно, спокойно. Упал снаряд. Это просто... Площадь Конституции разбита. Парень вообще не парится. Так, площадь Конституции. Окна повылетали. Посмотрите. Так, жертвы пока непонятно сколько. Это просто ужас. Посмотрите, вылетали все окна. Метро Советское. И сейчас называется Исторический музей. Просто разруха военной машины. Просто потрясающе. Никто такого, блин, не ожидал. Казалось бы. О, да. В проводах. Вот это надо. Вот это. Ну, я думаю, что выберусь. Иначе музей не придется. Ну, что ж. Вот такие вот красоты, вот такие вот, вот такой вот ваш народный мир, вот такой вот наш порядок, красота. Мы тут живем, радуемся, гостям, экспрессам с хренами солью и барахтарами, вот такие вот дела. Не нравится ли это нам, нравится ли это лично мне, место где я постоянно хожу на стрижку, превратился. А то места, в которых были первые свидания, пьянки с друзьями, воспоминания, места, в которых практически родился заново, работал практически всю свою жизнь, сознательную и адекватную. Ну, что ж, я буду гулять. Жесть. Браво, 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 не бежать. Мы сейчас едем на вокзал, посмотри, какая там ситуация. Я думаю, что у кого есть возможность сидеть в укрытиях, не выходите. Если вы находитесь в тех прям районах, которые обстреливаются, нужно уж точно сидеть в подвалах. Это слов просто нет. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Струнка. Струнка. Не переживайте. Садать все хорошо, и не придется. Фух, так. Так, заходим на вокзал. Люди не знают, что сейчас в центре произошло. Все с детьми, какие-то очереди. Сейчас попробуем показать, как происходит эвакуация с вокзалов. Конечно, много иностранцев. Огромное количество людей. Все пытаются выбраться. Вокзал. Ждут поезда люди. Вот так это примерно выглядит. События в этот день довольно серьезную панику посеяли. Я не планировал садиться на этот поезд и на него не сел. Смотрели так, чтобы пропускать женщин и детей. Ну вот можете посмотреть сами, как это все происходило. После этого поезда пустили еще несколько каждый час. Все шли на Западную Украину и электрички также добавлялись. Если вы планируете уехать, я рекомендую заранее забронировать или автобус, или уезжать на автомобили. Сейчас есть эвакуационные автобусы. Но информации в сети есть довольно много. Проверяйте. Росейские сили сьогодні жестоко обстреляли Харьков с реактивной артиллерии. Это однозначно военно-злочин. Мирное место. Мирные житловые районы. Жодного военно-объекта. Десятки записей очевидцев доводит, что это не окремый помилковый залп, а сведомое знищение людей. Росеяне знали, куда стреляют. За этот злочин точно будет трибунал. Международный. Это порушение всех конвенций. Нито в мире не пробачит вам вбивство мирных украинских людей. Тут Украина. Тут Европа. Тут 2022 рік. Зло, озброено ракетами, бомбами, артиллерией, треба зупинити негайно. Знищити економично. Показати, что людянесть умеет себя защищать. Держава, которая совершает военно-злочини против цивильных людей, не может быть членом Радбеза ООН. Такой державе треба закрити вхід до усіх портів, каналов, аэропортів світу. Такая держава не має отримувати сотни, миллиардов за экспорт енергоресурсов. Куповать российские товары сейчас – это платить деньги за убивство людей. Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты таким всегда был. Ты таким всегда будешь. Витримуем все. Витримуем и это. Захистиму Україну. Допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдского вторгнення. Чернігів, Охтирка, Суми, Гостомель, Васильків, Херсон, Маріуполь, Донецк. Та всі інші міста і селища нашої рідної країни побачать мирне і безпечне життя. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних та близьких у цій війні. Вічна память тим, хто загинув. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу.